Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать вам полезный ролик о том, как лучше сделать бассейн, который будет служить реально долго и эффективно. Видео будет полезно тем, кто решил сделать уже капитальный бассейн и не совсем вникал в детали, как это должно быть и сколько это стоит. Для тех, кого устраивает простой каркасный бассейн, который можно собрать и наполнить за один день, также будет интересно посмотреть для общего ознакомления и понимания, куда можно двигаться и при этом не переборщить. То есть будет показан тот минимум, который необходим для качественного бассейна, который прослужит вам долгие и беспроблемные годы. Так посчастливилось, что сосед, который занимается монтажом под ключ таких бассейнов, решил сделать его наконец-таки и себе, при этом минимально нанимая людей со стороны и выполняя в основном всю работу с помощью своих сил и сил своей семьи. Итак, присаживайтесь поудобнее, будем начинать. Первым делом было подготовлено и размечено место для будущего бассейна. Это будет прямоугольник 7х4 метров, глубиной 1,5 метра. Поэтому котлован будет 8х5 метров, глубиной 1,7 метра. Для этого необходимо выполнить разработку этого котлована. Для этих целей были рассмотрены несколько вариантов. Первый вариант самому вручную. Это очень тяжко, долго, но без денег. Второй вариант нанять товарищей, которые профессионалы в этом деле. Но, как оказалось, что тоже не быстро, да еще и дорого. Ну и остановились на третьем варианте. Вот на таком маленьком экскаваторе. Экскаваторщик согласился сделать эту работу сильно дешевле, чем это сделали бы вручной работяге. Также плюсом он пообещал это сделать за один рабочий день. Что так и было сделано. Также имейте в виду, что можете смело просить отхидывать плодородные слои земли в одну кучу, а остальное в другую. Тут это не требовалось, поэтому скидывалось в перемешку. По возможности просили грузить сразу в тачку и вывозили на заднюю часть участка. Вообще потом этот грунт вывозился все лето и даже немного осталось. Но никто никуда не спешил. Тут главная цель сделать качественный продукт за минимальное вложение денег. Там, где это позволено. Да, например, для вывоза грунта можно нанять специальную технику людей и вывезти все это за несколько дней. Но в данном случае грунт вывозился по соседям, силами соседей, а также, собственно, силами на свой участок, куда это было возможно. Так, я много сказал про выемку грунта, теперь идем далее. Не успел я заснять, как по дну котлована был раскатан плотный геотекстиль и засыпан песок в перемешку со щебнем. В простонародье называемый ПГС, то есть песчаногравийная смесь. Только она тут изготовлена самостоятельно. Парадокс в том, что на карьерах, которые рядом с нами, как раз-таки разделяют песок от щебня. И купить ПГС не представляется возможным. Поэтому покупается песок и щебень раздельно. И опять смешиваются у себя на участке. Как вы понимаете, формируется основание или подушка под будущую плиту. Около 30 сантиметров такой подушки хорошо трамбуется виброплитой и проливается водой, чтобы было как можно тверже. Далее на подушку укладывается пеноплекс 5 сантиметров. Выбран для этого повышенной прочности пеноплекс фундамент. Так как плиты данного типа отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать существенные нагрузки в течение всего срока эксплуатации. А он более 50 лет. Ведь возможности залезть и что-то исправить уже не будет. Укладывается просто и ровно. Особенно с учетом хорошо выровненной подушки под ним. Стыки проклеиваем клей пеной. Следующий этап скорее перестраховочный. Выполняется гидроизоляция. Раскатывается вот такой рулонный материал. По сути это битум, только с более эластичным и прочными характеристиками. Швы хорошо промазываются для склейки битумной мастикой. Далее не успел я снять гидроизоляцию, а уже началась укладка и вязка 12-мм арматуры. Тут все стандартно. Делается опалубка из доски и кладется арматуром с шагом 20 см вдоль и поперек. Получается ячейка 20 на 20. Также очень важно, чтобы арматура была в теле бетона и не лежала на дне. Поэтому укладывается на проставки или так называемые стульчики. А еще будьте внимательны, чтобы арматура также не упиралась в опалубку, а находилась в бетоне. Процесс вязки арматуры довольно обширная и непростая тема. Но ее надо выполнить правильно, соблюдая многие нюансы. Главное не спешить и посмотреть пару источников, как это делать. И все получится. Простой со стороны, но всегда самый ответственный момент – заливка бетоном. Тут если хорошо подготовились, то все пройдет хорошо. Пару часов и все готово. Бетон марки B25 или M350 выбран с запасом прочности. Бетон всегда заказывайте с небольшим запасом. Я говорю и про объем, и про прочность. Так как на бетонном заводе случайно или не очень случайно, могут немного недолить и разбавить. Будет, например, обидно, если бетона не хватит. Ведь есть всего пару часов, чтобы добавить. Кстати, использовался линейный бетонный насос. Раньше я о таком не знал, но бывают и такие. Труба не идет поверху, а проходит по низу. На этом с плитой все. Далее она должна постоять пару-тройку недель, чтобы набрать максимальную прочность. За это время был сделан временный навес и уже разложен и нарезан материал будущей чаши бассейна. Это листовой пенопропилен толщиной 8 мм. Материал, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. Из него изготавливают практически любые емкости, в том числе и бассейны. Листы разных размеров. В данном случае максимально большие, 2 на 4 метра. Чтобы меньше было стыков. Стыки варятся специальным аппаратом, вот таким специальным полипропиленовым шнуром. По сути, процесс сварки заключается в том, что пруток проходит через аппарат, там сильно нагревается и прилипает к стыкам. По краям листов снимаются фаски, либо фрезером, либо рубанком для лучшего сваривания. С внутренней стороны проходит одним слоем, а снаружи не двумя. Режется полипропиленовый лист обычной ручной дисковой пилой. 8 мм. толщины листа хватает для прочности. Он ремонтопригоден и он более доступен по цене. 5 мм. лист использовать не стоит. Он дешевле, но не ремонтопригоден. Мало ли что. Чем вариант сварки на месте лучше, например, готовых чаш из полипропилена или из композиты? Во-первых, если чаша большого размера, то ее сложно привезти. А иногда и невозможно. Во-вторых, моменты погрузки и разгрузки не идут на пользу чаши. Ничего не сломается, но это может повлиять на срок службы. Также можно сделать бетонный бассейн и обложить мозаичной плиткой. Но этот вариант очень дорогой, как в изготовлении, так и в ремонте. А ремонта придется делать часто, если бассейн открытый. А многие вообще категорически не рекомендуют делать такой бассейн открытым. Только в помещении. Также есть вариант, казалось бы, дешевле, с мягкой чашей. Но на мой взгляд этот вариант не очень, так как она может порваться, непонятно какая ремонтопригодность. А грунтовые воды могут создавать пузыри внутри чаши, что выглядит не очень, а убрать их непонятно как. Да и в подсчете в круг она оказывается не сильно дешевле, а иногда и дороже других вариантов, так как требует больше подготовки места установки. Поэтому самый неприхотливый, прочный и выгодный вариант это полипропиленовые листы. Да, если бассейн небольшой, то можно попробовать его привезти к готовым. Но тут этот вариант не подходит. Сварили на месте за три рабочих дня. После этого настала пора устанавливать закладные элементы, такие как фонари, форсунки и эскимеры. Внутри стен также проводится арматура. В дальнейшем все будет заливаться бетоном. Многие знают, что без оборудования для очистки бассейн не является таковым. Вода быстро зацветет и получится пруд или лягушатник. Поэтому важные элементы фильтрации установить правильно. А лампы нужны для освещения и красоты. Но они тоже тут не простые, а специальные для бассейнов и с гидроизоляцией. Для сбора и очистки воды с поверхности используются скиммеры. А через форсунки поступает очищенная вода. Также в бассейнах загрязняется дно. Для этого используют специальный водный пылесос. Вода в бассейне грязная, либо на поверхности, либо на дне. Если поддерживать там чистоту, то бассейн будет кристально чистый. Также будет установлено оборудование для хлорирования воды, чтобы вода не зацветала. А еще планируется установка теплового насоса. Тогда бассейном можно будет пользоваться с мая по конец сентября. Ведь вода в нем будет около 30 градусов. Стены имеют горизонтальное и вертикальное армирование в два слоя. Для заливки стен вместо опалубки использовался пеноплекс, фундамент, как на дне. К арматуре на термоклей клеятся стульчики и к ним прижимается пеноплекс. Далее он присыпается песком со свободной стороны. Такого нестандартного решения я еще не видел, но тема рабочая, проверена. В дальнейшем 5 сантиметров слоя пеноплекса позволит сэкономить на подогреве воды, так как она не будет так быстро остывать. Стены заливаются слоями. Чтобы бетон не давил вовнутрь чаши, в него постепенно наливается вода. На уровень предполагаемой заливки. Ставится еще ряд листов, засыпается песком, заливается вода и далее происходит заливка бетоном. Каждый слой лучше делать за один раз. Вываливать готовый бетон миксером не вариант. Может все распереть, поэтому не спеша бетономешалкой. Три рабочих дня и готово. В этом году работа закончена. Останется смонтировать направляющие и смонтировать террасную доску. Также подключить все оборудование. Но это уже тема отдельного ролика. Это скорее всего будет выполнено в следующем году. Если вам понравится этот ролик, то я сниму продолжение. Друзья, ну а если вам действительно понравилось это видео, то ставьте лайки и в комментах пишите свои предположения, во сколько же обошелся данный бассейн. В закрепленном комментарии я позже напишу примерную стоимость. Не забывайте подписываться на канал и подписываться на канал в телеграм. Там тоже много полезного и интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!